С 1 июня вступил в силу новый налоговый кодекс по оценке специалистов максимально близкий к европейским стандартам. Как сейчас изменилась работа запорожской таможни наблюдали наши корреспонденты. Впервые об электронной таможне заговорили 4 года назад и только сейчас с принятием нового таможенного кодекса, убравшего многие ограничения, можно сказать, ее главная часть действительно заработала. Теперь преимуществами электронного декларирования смогут воспользоваться все субъекты внешнеэкономической деятельности, а не только предприятия из белых списков. Если еще два месяца назад доля электронных деклараций в общем документообороте составляла всего 5%, то сейчас уже 14%. Те, кто еще не понял всех преимуществ, продолжают нести свои декларации в бумажном виде. Правда, и здесь есть свои нововведения. Зарегистрировать документ можно через информационный терминал. В течение 4 часов с момента подачи таможенник обязан или оформить декларацию, или дать карточку отказа. Ирина подает документы через терминал не в первый раз. Ее предприятие производит и экспортирует лаки и краски для металла. Считает, теперь работать стало намного проще. Информационный терминал достаточно удобная вещь. Оформление ускорилось достаточно, то есть распределилось и в принципе сразу взяли в работу. Эта система убирает субъективизм при принятии декларации вживую инспекторам. Нет контакта. Субъект внешнеэкономической деятельности самостоятельно подает декларацию, проводит форматологический контроль. То есть, по-простому говоря, проверяют декларации на наличие ошибок. Еще одно из главных нововведений таможенного кодекса – возможность оформления таможенной декларации в любом месте по желанию предпринимателя. На данный момент они могут оформляться в любом таможенном органе Украины, что существенно сокращает и затраты финансовые, и временные затраты на логистику. Меньше стало и документов таможенного оформления. Теперь их всего три. Таможенная декларация, инвойс и декларация таможенной стоимости. Но даже при таких упрощениях процедуры нарушений меньше не становится. Вот эти различные стальные конструкции и электродвигатели – часть силоса для хранения зерна. Прибыли сюда из Турции. Общая стоимость – более полумиллиона гривен. При проверке документов у таможенников возникли сомнения. Отправили на экспертизу, оказалось, договоры – подделка. Сейчас будут направлены запросы до таможенных уранов в Турции. Мы ожидаем ответ получить быстро и принять дальше решение. Начислить им дополнительные платежи, чтобы они оплатили. Санкция статьи подразумевает 100% штрафа от стоимости товара. Это 538 тысяч на данный момент. И конфискация. Но все будет решать суд. Из 27 статей о нарушении таможенных правил в новом кодексе осталось 18. Сократилось и время оформления. С 24 до 4 часов. Ответственность за это уже законодательно возложили на сотрудников таможни.